Приветствую вас. Я думаю, что момент исключается в том, что никаких своих, вот именно своих в узком смысле слова, чувств и опыта у ребёнка нет. То есть, ребёнок привозится, потому что ему так показали родители. Ребёнок привозится, потому что он узнал, как это не парадоксально, о том, что можно, о том, что так можно, о том, что можно привозиться, о том, что можно испытывать такие переживания, о том, что можно чего-то бояться, о том, что что-то способно причинить вред, что-то способно, ну, в общем, сделать что-то плохое для ребёнка. И узнал ребёнок это, конечно же, исключительно только оплачивать. То есть, как бы, больше он ни от кого узнать этого не мог, к сожалению. Поэтому, мы говорим о том, сейчас, что вы что-то показали ребёнку такое, такое, своим, условно говоря, поведением, вы что-то показали ребёнку своим поведением такое, что он, вот, начал бояться, начал испытывать страх, да? Вот. Есть ли у этого причина? Да. Конечно. Конечно. Конечно, у этого есть причины и, конечно, у этого есть основания. Ребёнок, он, в общем-то, учится вас, каким-то вещам, да, каким-то шагам, каким-то, условно говоря, в паттерном поведении, вот. И, на мой взгляд, очень желательно, чтобы вы проанализировали своё отношение к той или иной ситуации, к тем или иным действиям, к тем или иным вещам, к тем или иным моделям поведения, к тем или иным событиям, вот. Это очень на самом деле важно, точно на самом деле важно. Важно, потому что ребёнок всё это, всему этому научился именно у вас, и только у вас, и больше, ну, больше ему не у кого было научиться, научиться. Вот. Поэтому я думаю, что первое, от чего вам нужно отказаться, отказаться, значит, ну, в своём представлении, да, в своих представлениях, условно, это от того, чтобы думать, что у ребёнка это появилось само и появилось из ниоткуда, вот. То есть, нет, это появилось не само, нет, это появилось не из ниоткуда, это появилось в результате определённых моделей поведения, это появилось в результате определённого опыта, который ребёнок так или иначе получил. Вот. И понять, что это за опыт, является вашей первостепенной задачей, просто потому что, ну, вы своего ребёнка любите и вы хотите для него всего самого, я полагаю, так лучшего. Вот. Поэтому идеально, идеально, если вы проанализируете свои отношения в семье, идеально, если, ну, именно, вот, именно, именно в вашей семье идеально, если вы поисследуете их, идеально, если вы постараетесь найти какие-то элементы, связанные с тревожностью, с конфликтом, с некоторыми трудностями, проблемами и так далее. Вот. Всё это оказывает очень большое влияние на вас и на вашего ребёнка, к сожалению. Вот. Поэтому для решения проблемы необходимо проанализировать ваши же отношения с, ну, скажем так, с людьми, с окружающими и так далее. Вот. Если вы готовы это делать, если вы готовы этим заниматься, если вы готовы в этом направлении работать, то я полагаю, что всё можно решить вполне быстренько, вполне безболезненно и вполне полюбовно. Ребёнок маленький и, в общем-то, никаких таких ещё устойчивых, устойчивых моделей поведения у него нет. Вот. Ну и время, как бы, терять время, на мой взгляд, тоже нельзя, потому что ребёнок растёт быстро, развивается быстро и... Если так будет дальше продолжаться, то это будет просто очень тревожный человек. Вот. Ну, которому будет весьма-весьма тяжело, весьма-весьма трудно. Вот. Такая вот история. Такой... Я бы, наверное, дал вам ответ на вопрос, который вот вы задаёте. Я отдаю себе отсчёт, что вам, возможно, это неприятное. Слышите? Я отдаю себе отсчёт, что вам, возможно, это не понравится. Я отдаю себе отсчёт, что вы, возможно, ожидали совсем друг у другого. Вот. Но правда заключается именно в этом. Именно в том, что проблема, она действительно в родителях. И то, что вы не можете своего ребёнка успокоить, ну, всего лишь означает, что ребёнок не чувствует себя с вами в безопасности. Почему? Это уже, на мой взгляд, очень-очень-очень хороший вопрос, на который вам имеет смысл поискать ответ. Вот. И... Вы обязательно его найдёте. Вот. Потому что... Ну, вы совершенно правы, когда вам говорите, например, что... Ну, ненормально то, что он вот так боится, да, ненормально, что он так... Ну, если ему страшно и так далее. Тут я с вами солидарен. Я в этом смысле, я абсолютно солидарен. Вот. Вполне. Ну, я так же понимаю то, что информации... Практической информации вы не дали, да. То есть вы описываете только... Лишь... Следствие. Вот. Вы описываете следствие. Вы не описываете... Эм... Причину. Вот. А без причины это... Просто такие... Ну, достаточно... Умозрительные... Эм... Вещи, о которых вы говорите. Это просто вот такие... Умозрительные вещи. Вот. Это исключительно вот. Просто факты и всё. Факты-то здорово, но... Ах... Фактов мало. То есть, ну... Ну, ну... Ну, не только на фактах. Эм... В данном случае. Эм... Можно... Можно это раз. Вот. Эм... Я думаю... Эм... Как-то так можно... Вам ответить... На вопросы, которые вы задаёте. А... Я бы ещё... Конечно... Спросил... Б... У вас... Эм... Насколько вам... Ребёнок вообще важен... Вот. Вот. Я бы спросил... Вот, ну... Эм... По... Вашим описаниям будет так, что вы... За ребёнка очень... А... Сильно держитесь. Ну, вот. Эм... Я хотел бы, вот... Эм... Уточнить этот момент, да? То есть, если вы держитесь за ребёнка, то... Соответственно... Эм... Почему вы за него держитесь? Вот. И... Какое он значение для вас имеет? Возможно... Возможно... А... Вы... Его... Слишком... Опекаете... Вот. Возможно... Вы его... Эм... Слишком от всего пытаетесь уберечь. Если это так, то... Его реакция, она... Эм... Вполне нормальная. Вот. Возможно... Возможно... А... Ребёнку... Имеет смысл... Давать просто... Чуть больше... Свободы. Вот. Вот. Ну... Это опять же... Эм... Будет... Эм... Понятно... Только после того, как... Эм... Будет проведена... Эм... Сан-беседа и работа. Или после того, как вы... Эм... Найдёте... Причины, по которым... Эм... Ребёнок... Эм... Ну... Может... Вести себя... Таким образом... Эм... Вот. Эм... Только после этого... Эм... Не... Эм... Не... Эм... Не до... Не до... Самые-то причины могут быть разные... Я... Не знаю, как... Вы взаимодействуете... С... 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 Одном ребёнка... Вот. Взаимодействует ли его... Отец... Что вообще... С... Ребёнком... Да... Вот... Если... Взаимодействует... Допустим... Что... Как... Он взаимодействует... Это... Очень-очень... Эм... Ну... Очень... Важный момент... На мой взгляд... На мой взгляд... Вот... Вот... И... Соответственно... Эм... Вот... Всё это... Нужно... Кон... Конечно же... Разбирать... Вот... И... Если это всё разобрать, то... Эм... Более чем... Эм... Будет... Понятно... Эм... Причина... Такого... Поведения вашего... Ребёнка... Ребёнка... Вот... Ну... Я полагаю, что уже сейчас... Можно сказать, что он... Ребёнка чего-то защищает... Вот... А я заду... Эм... Соответственно... Всё убирается... Ваше... Эм... Желание... Разбираться... Соответственно... Если у вас... Эм... Такое желание есть... Если у вас есть желание разбираться... То... Эм... Я думаю, что... Как и... Вот... Мои коллеги... Вам... Рекомендуюсь... Эм... Обратитесь... За... Помощью... Эм... Вот... К... 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 Кто-нибудь из нас... Эм... Вот... Мы... Вам... С... Радостью... Поможем... Вот... Мы... Вам... С... Радостью... Поможем... Разобраться... Эм... С... 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 С В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.